Есть в юморе вечные темы. Одна из них – телефон. Со всякой его пултаницей, с попаданиями звонящих не туда, куда им хочется попасть и куда надо попасть. Как только на свет появился телефон, сейчас же о нем стали писать в юмористическом духе. И продолжают писать до сих пор. В чем причина этого удивительного тематического постоянства? Я думаю в том, что несмотря на все достижения эпохи технического прогресса, телефон упорно сохраняет свои дурные повадки. А юмористы, они, конечно, тут как тут, снимают трубки, слушают и пишут. Георгий Осипов, московский прозаик и филитонист, свой рассказ на вечную телефонную тему так и озаглавил. «У меня зазвонил телефон». У меня зазвонил телефон. Этого торжества я ждал один год, девять месяцев и тринадцать дней. Я радовался каждому звонку, как трели соловья, как колокольчику в пути. Я не роптал, когда меня поднимали среди ночи, спрашивая котельную, вокзал, баню, называли Пупсиком или Альфредом. Я не жаловался, если не набирался семизначный номер. Ерунда. Зато звони сколько угодно по двузначным, в милицию, пожарную. Плохая слышимость? Ну и что? Постучи по аппарату ладонью. Этот метод нередко эффективен не только в уличных автоматах-будках. Одним словом, я терпел, ибо долго ждал. Я готов был заполучить не только спаренный номер, но и счетверенный. Я молчал и тогда, когда все московские и иногородние абоненты спаренной квартиры врывались ко мне, а моя родня повадилась к соседям. Я принимал это как неизбежность, как брак по-итальянски. Если я набирал свой номер, то обязательно попадал к ним. И наоборот. Мы втайне договорились, и каждый из нас, чтобы попасть к себе, звонил к другому. Однако с некоторых пор незнакомый женский голос с хрипотцой властно будил меня на рассвете. Фраза была одна и та же. Боб, стричь пуделя совсем или наполовину? Совсем! Орал я и швырял трубку. Это было выше моих сил. И я впервые рискнул обратиться в АТС. Сколько лет ждали? Спросила телефонистка. Почти два года. Другие ждут пять, назидательно сказала она. Скажите спасибо, что поставили спаренный. Спасибо, девушка. Дело не в спаренной системе, а в конкретном случае. Я тоже за новую систему, но без брака. Телефон, простите, шалит, капризничает. Проверим. Проверили. Сменили массивный черный аппарат на хрупкой белой. Странно, но цвет не помог. Телефон продолжал барахлить. Стараясь избрать изысканный тон, я излил свою душу в письме начальнику районного телефонного узла. Я знал, что легче написать роман в стихах, чем попасть к нему на прием. И вот уже нервно запрыгал белый аппарат на моем столе. Звонила дама. Послушайте, абонент, своей кляузой вы лишили месячной премии целый коллектив. Всю смену. А думайте-с, тут тоже живые люди. Ты людоед, сказала жена. Напиши им благодарность. Сегодня же. Я долго ломал голову над тем, что написать. Я не хотел быть людоедом и лишать их прогрессивки. Но я не мог кривить душой и за брак раздавать благодарность. Выход нашел наш сын, школьник Витька. Если нам поставить законный телефон, мы сообщим моих чуткостей в пионерскую зорьку или в меском. И им дадут подарки. Да, в наш век дети практичнее родителей. Хорошо, но это будет второй этап, согласился я. А пока снова обратимся к начальнику узла связи. Не с жалобой, с просьбой. Ответ пришел довольно скоро. Кажется, через год. Другие ждут три. И какой ответ? От него веяло любовью к ближнему и сердечной теплотой, словно от новогоднего поздравления тещи. Сюрприз и впрямь был получен в канун счастливого високосного года. Отныне мне даровался новый номер и предлагалось срочно внести пять рублей за переделку линии для распаривания. Разумеется, пятерка была отправлена тут же. Расторжение несчастливого брака шумно праздновалось в обеих квартирах. В трепетном ожидании ушел морозный январь, наступил в южный февраль. Мы выбегали на каждый стук в парадной, лихорадочно хватаясь за телефонную трубку, боясь упустить молодцов-монтеров. Их пятидневка как назло совпадала с нашей, поэтому в рабочие дни мы выставили в квартирах посты и дозоры. Молодцы не пришли. Пришла повестка. Именно из нее я узнал, что в моей квартире новый телефон с новым номером давно установлен и что на днях его даже выключит за неуплату. Я ущипнул себя за нос, посмотрел на форточку, заглянул в дымоход. Нет, никто сюда не проникал. Проверил номер. Все было по-старому, но открытка жгла меня неписанными упреками, словно лгуна с утягу и бессердечного жалобщика. Я схватил валидол и запил его волокордином, не соображая, зачем связистам-телефонистам понадобилось завязывать абонентам столь загадочные узелки, но потом решил, что их кроссворды под силу только фантомасу. Я не хочу продолжения эпистолярного романа с телефонным узлом. Я боюсь остроумных диалогов с милыми дамами, которых могут из-за меня лишить премии. Мне срочно нужен робот-заместитель, телефонный автоответчик, о котором так вдохновенно пишут в последнее время видные научные обозреватели. Я установлю новый прибор на своем старом аппарате, нажму на клавишу «Запись» и продиктую несколько фраз. Это не котельная, не баня, не вокзал. Я не пупсик, не Альфред, не Боб. Стриги пуделя наголо дура. И последняя фраза. Спасибо, товарищи телефонисты. Автоответчику все равно. Он робот. У него нет нервов. Рассказ Георгия Осипова «У меня зазвонил телефон» читал народный артист РСФСР Вячеслав Невинный. Редактор субтитров А.Семкин